канала иерофант с вами марго скоробей мы желаем вам процветания здравия благополучия спокойствия гармонии внутренней и внешней на все времена и сегодня друзья у нас будет очень интересная с вами тема на повестке энергии месяца июль 2023 года много уже вышло прогнозов различных много всяких пугалок и все это воздействует на психику человека а мы сегодня с вами посмотрим тенденции энергии которые уже сформированы высших слоях и которые уже вот-вот опускаются в поле планеты земля мы будем сегодня с вами делать обзор на колоде таро ключ гермеса колода таро ключ гермеса она наиболее полная я вам уже рассказывала почему и она отражает наиболее точно психоэнергетические состояния либо человека либо ситуации либо планеты земля но сегодня мы посмотрим для планеты земля в целом что будет какие тенденции намечаются то есть мы можем сказать что принципы кадуцея гермеса или ключа жизни анг они являются просто базой или матрицей для создания пирамид и вот здесь я не случайно поставила пирамидку то есть эта система позволяет лучше понять принцип энергоинформационного и духовно трансцендентного воздействия то есть эффекта пирамид на нас и конечно же мы все живущие на планете земля подвергаемся влиянию космоэнергетических воздействий и так колода уже подготовлена и мы с вами смотрим дно колоды значит колода была у нас вот так и вот дно колоды у нас и так что у нас общая энергетика давайте посмотрим по общей энергетики у нас девятка жезлов эта карта как вы видите говорит об иллюзиях и переоценке опыта и защите созданного значит смотрите эта карта говорит о том что во время июля в течение всего этого месяца важно будет очень думать критически потому что будет очень много иллюзий нужно будет отделять плохое от хорошего то есть бдительными быть любой энергоинформационный поток отслеживать то есть полностью не погружаться какие-то негативные события новости а лучше это время посвятить себе своему духовному развитию если касаемо каждого то очень важно проявить настойчивость в осуществлении личных планов еще раз подчеркиваю обратите внимание каждый на себя вас ждет сотрудничество основанное на желании прислушиваться к чужим советам а также успешная реализация ваших личных планов что касается что касается общей энергетики для всех жителей планеты земля это уже по странам идет смотрите защита созданного это может быть и защита вашего какого-то личного частного бизнеса каких-то ваших дел но и защита вот здесь вот тоже воин с палками стоит с посохами и дабы не переоценить свой опыт и какие-то прежние победы придется оглядываться посмотрите внимательно он смотрит по сторонам защищать созданное выстраивать границы это уже для многих государств значит защищать границы вот здесь вот на стражу стоит воин и там мы видим страна какая-то то есть воин обязан это защищать каждый свою страну в свете последних событий и так друзья сейчас мы сделаем с вами расклад на несколько этапов и посмотрим с вами что дальше нам еще покажут карты на этой же колоде мы с вами будем все смотреть итак смотрим итак вышел у нас первая карта я буду по одной карте и комментировать смотрите старший аркан колесница космические часы очень важная карта карта триумфатора триумф сила воли и мужества энергия планеты марс но он вышел у нас этот аркан в перевернутом виде итак давайте же поговорим более подробно потому что эта карта также является основой предыдущая карта у нас была это дно колоды и мы видели подспудное влияние да такой флор энергетический а здесь у нас уже идет конкретика карта перевернутого положения говорит о бунтах диспутах поражениях эта карта воинов здесь идет излишняя сосредоточенность на старых планах и целях на бытовом уровне это ссоры из-за какой-то проявленной самоуверенности и самонадеятельности могут быть какие-то тяжбы и споры что приведет к мстительности и что мы еще можем с вами сказать эта карта очень важна потому что если мы рассмотрим ее в триаде то бог отец это третий аркан император в системе ключ гермеса бог сын это седьмой аркан победитель и святый дух это восьмой аркан правосудия поэтому это очень важно это мажорные старший аркан и это карта триумфатора и победителя то есть тех кто идет на войну или берут на себя ответственность здесь два сфинкса как вы видите здесь очень важно уметь балансировать между земными делами и теми планами которые сверху приходят через владык кармы если правитель военачальник умеет сотрудничать с миром более тонких вибраций это очень важно то есть принцип этого аркана делай то что должно и будь что будет это очень важно и так эта карта говорит о подготовке к наступлению и триумфу немножечко давайте вспомним с вами древний египет все успешные фараоны египта были успешными воинами потому что они символизировали принцип принцип хорра солнечного божества я вам покажу его вот который как некий хор крылатый диск атона который у гермеса трисмегиста изображен верхней части на кадуце гермеса трисмегиста и здесь мы говорим что вот этот аркан важная ступень чтобы приблизиться к истине или выполнению своего главного предназначения потому что я еще раз повторю что эта карта этот старший аркан мажорный аркан это военачальника карта или военачальников это карта которая показывает заинтересованность высших сил владык кармы в тех процессах которые происходят на планете земля когда карта это выходит в раскладе то это говорит о том что мы с вами говорим сейчас не о человеке вы каждый кстати можете справить спроецировать и на себя лично так если вам это необходимо то есть смотрите человек если мы говорим о человеке каком-то конкретно но мы говорим о всех планетянах землянах то есть находятся близко к судьбоносным переменам которые скоро проявятся и мы дальше посмотрим откуда может прийти удача или предложение то есть возможности освобождение от старых обязательств это скрытая энергетика седьмого аркана влияет на весь расклад и этот аркан он редко появляется в раскладах как и маг и изида и имеет особую значимость значит этот аркан очень важен в июле месяце для всех землян то есть этот аркан в значении свое второго ключ гермеса это революция или трансформация военным путем то есть это как бархатная революция какая-то то есть здесь мы с вами можем посмотреть как работают арканы на исторической арене и это не тема гадания это мировоззренческая и философская концепция к и которая дает возможность из над времени понять как устроен мир более высоких измерений как устроены планы через которые бог-творец может направлять свои творческие созидательные импульсы или создание плотной такой при ромы которая в конечном итоге блокирует блокируется через мир и неподвижных звезд возможность вхождения в мир земли каких-то энергий более высокого мира из более высокого мира мира духовных учителей проводников божественного света или героев победителей и триумфаторов вот если мы посмотрим с вами на современных европейских руководителей то они совершенно не структурированы потому что для каждого победителя есть два пути либо он седьмого аркана действует в соответствии с космическими законами земной богини мат я ее покажу вам сейчас богиня мат об этом еще поговорим позже либо теряет эту связь и колесница сходит с намеченного пути струна начинает издавать не те звуки и он теряет связь с армией страной и своим этносом и может уйти в небытие и этот аркан влияет на судьбы людей и этносов многих-многих воплощений и так давайте посмотрим следующее я думаю вам понятно вот эта энергетика давайте смотрим следующий этап июля так что у нас дальше так дальше у нас следующий этап у нас семерка жезлов или скипетров и двойка кубков опять у нас это два младших аркана и эти арканы перевернуты значит то есть когда аркан перевернуты это говорит о каком-то сопротивлением сопротивление то есть что-то идет не так как она должна идти то есть семерка жезлов здесь говорит вот давайте мы вот так посмотрим мы видим здесь опять таки сражающегося по вспоминаете семерку же девятку жезлов на дне колоды эта карта в прямом положении предвестник успеха и мужества для победы опять идет какой-то баталия военное сражение потому что эта карта социума смотрите и перевернутом виде эта карта говорит о новых испытаниях и необходимости действовать в незнакомой ситуации это какие-то затруднения несчастья колебания и двойка кубков мы видим вообще это двоечка кубков это партнерство начало партнерства розовые очки это влюбленность то и смотрите это опять таки скажу еще что это первая декада это первая декада июля у нас мы будем по декадам три декады вот это первая декада то есть смотрите естественное партнерство она будет нарушена то есть не будет никакого тандема не будет какого-то ну скажем союза То есть первой половине это отсутствие союза взаимопонимания на мировой арене, потому что здесь идет несогласие и стремление к получению удовольствия. То есть это опасность временного альянса по этой карте идет. Из чего выходит, что чревато неприятностями, неопределенностью, потерями и ненужными эмоциями. Вот это у нас первая декада. Давайте посмотрим вторую декаду. Вторая декада июля у нас семерка кубков. Так и здесь у нас старший аркан природа. Смотрите, семерочка кубков говорит о навязчивых идеях, иллюзии успеха, искушении. Это вторая декада у нас. Здесь еще поиски каких-то решений идут, но все это эмоционально. И здесь старший аркан природа или старший аркан мир в перевернутом положении. Смотрите, здесь важно. Да, эта карта у нас, кстати, прямая, и она идет, говорит о мудрости. О мудрости смотрим правителей, некоторых правителей, и о том, что, знаете, уже как бы идет такое здравое ощущение реальности и тех событий, которые происходят. Но также здесь может быть, знаете, когда внутренняя мудрость правителей вот по этой карте проявляется, но нужно держать, необходимо держать контроль над чувствами. Но здесь перевернут старший аркан мир, а это планета Земля именно. Это наша планета, наш общий дом, наш общий космический корабль. И мы здесь все в одной лодке. То есть, если что-то происходит глобальное и катастрофическое, то будет плохо всем. Смотрите, и этот аркан у нас перевернут. И вот эта карта в перевернутом положении говорит, что будет очень много катаклизмов на планете Земля. Снегопады, цунами, извержение вулканов, всякие катастрофы. Это вторая декада. А почему это будет происходить, когда старший аркан мир или природа перевернут? Это говорит, что природа недовольна нами людьми. И это идет нарушение природных законов, что чревато потери покровительства высших сил. И логос Земли, он мудрый. Это мать Земля Гея. Она недовольна. И она будет сбрасывать с себя все ненужное. Поэтому следует готовиться к вот таким неприятным событиям, которые уже идут на всей планете Земля. Но здесь нет еще точки. Это будет и будет продолжаться, пока люди не вразумятся, пока не перестанут издеваться над Матушкой и Землей. Здесь не будет быстрых успехов. Здесь будет застой. А также боязнь перемен и неизвестного. Еще по этой карте, если индивидуально для людей, эта карта говорит обратить внимание на свое здоровье, потому что здесь идут финансовые потери и потеря здоровья. Итак, следующий у нас, следующая у нас третья декада. И это у нас последняя декада. Но еще мы достанем карту. Потом обязательно карту печать, которая покажет нам, куда движется все-таки энергия. Итак, последний у нас рыцарь жезлов, перевернутый и правосудие перевернутые. Опять перевернутые карты. Посмотрите, у нас с вами вот из всех карт семи, у нас с вами один лишь только аркан, один лишь только аркан, он в прямом положении. То есть, понятно, что здесь все, как говорится, кверх ногами будет. Я не пугаю, но говорю то, что есть и какие будут тенденции. Предупрежден, значит вооружен. Примонитус, примонитус. Итак, читаем с вами эти карты. Ну, смотрим, младший аркан. Это у нас персона, да, дворцового ряда. Озаренность, порыв, духовная поддержка. А вот в таком виде это наоборот у нас, да. То есть, получается, нехватка энергии, необдуманность, неосторожность действий, преждевременные действия или принятие решений. И все это, друзья, связано с главами стран. Это очень важная связка и очень важные карты вышли. Здесь могут быть задержки в получении информации. Где-то у кого-то разведка может плохо работать, да. Вообще плохие известия и неправданные ожидания. А если говорить о каком-то конкретном человеке, либо вы проецируете на себя, бойтесь людей, которые могут принести какие-то плохие известия. Но это мелочи, так скажем. Вот у нас вот эта карта здесь главная в связке. Смотрите. Карма, справедливость и гармония. Богиня правосудия. У нее, видите, глазки вуалькой закрыты. То есть, богиня правосудия, Фемида, она не смотрит глазами, то есть, что вижу, да. У нее включен третий глаз, вот здесь вот. То есть, глаза закрыты, она должна чувствовать и ощущать. И вот оттуда получать энергию. Здесь у нее меч, и здесь у нее весы справедливости. А меч карающий. Смотрите, выходит карта вот так. Значит, читаем с вами. Эта карта показывает, что как бы не поворачивалось колесо фортуны, со временем все станет на свои места, и каждый получит по заслугам. В перевернутом положении карта это говорит о несоблюдении законов и необходимости испытаний и жертв. Эта карта также указывает на ухудшение состояния здоровья. Это очень карта важная. Поэтому, как бы, смотрите внимательно за своим здоровьем. А мы посмотрим еще почитать, что же в общем у нас вот получается по вот этой карте. Значит, знаете, когда мы смотрим историю, мы пытаемся оценить ее с позиции современности. Но нужно помнить всегда принцип Христа. Не суди, да не судим будешь. И есть, кроме человеческого суда, который не совсем объективен, всегда бывает, да, а есть Божий суд, и он самый важный и самый главный. Он вне времени находится. И надо жить по законам Божьего суда. Это и есть восьмой старший аркан. И его отражение в более низких слоях, то есть в нашем мире, идет, допустим, его искажение или мультиплицированная вот такая фатальная форма отражения, она проявляется в наших отношениях, в наших плотных слоях, то есть в мире материальном, в мире физическом проявленном земном, где мы с вами живем. И знаете, вот я хочу в связи с этим, вот вспомнила я, средние века, инквизиция в Европе, когда женщин подозревали в колдовстве и сильных, сексуальных, красивых женщин, энергетических сильных, посылали на костер. Почему? Потому что, знаете, это как проявленная или не проявленная женская магия. То есть за красивой женщиной стоят всегда некие силы, которые были заинтересованы, чтобы через красивую женщину рождались красивые элитные дети. То есть через энергетически заряженную, красивую женщину в мир могли входить пророки, учителя и правильные правители. А Европа это уничтожала. И если мы берем, допустим, знаете, какую-то, ну, некрасивую женщину, условно скажем, да, кривую-косую, какое у нее потомство Богу? Разве через нее придут герои и пророки своих государств, у которой просто нет сил, и за ней не стоят никакие силы, она не сможет выносить, выкормить, воспитать героя. Бывают, конечно, исключения, есть исключения, есть примеры. Но я говорю сейчас об общей, вот об этой, ну, как сказать, массовой тенденции, которая была в Европе, да. То есть в Европе 90% судов инквизиции были связаны именно с казью женщин. Их топили, сжигали на кострах, пытали, заставляли признаться в связи с дьяволом, участие в шабашах. В общем, чего только там не было. Почитайте историю и спрашивайте, где же здесь правосудие, где? А правосудие перевернуто. Здесь есть только суд. Вот это и есть нарушение, смотрите, как легло все, законов природы. И к чему это привело? А сейчас мы видим с вами Европу. Европа выродилась. Вот, пожалуйста, влияние. Посмотрите, как четко колода Таро Ключ Гермеса показывает через столетия то, что происходит теперь. Теперь мы видим, что происходит в Европе. Вот эти однополые браки, ну, и все остальное. Ненормальное с точки зрения божественных законов. Потому что именно законы космической жизни, они пишутся не чернилами, а они пишутся на тонких планах в книгу бытия. И что еще хочется сказать? Да, давайте возьмем следующую. Возьму карту. Мы об этом с вами, возможно, еще поговорим с вами, да? Но давайте поговорим с вами о том, куда движется энергия. В общем, эта карта говорит о том, что здесь нет баланса. Левая рука не знает, что делает правая. Так, давайте достаем карту. О, друзья, наконец-то. Наконец-то что-то приятное. Смотрите. Старший аркан жизни. В обычном Таро, значит, есть старший аркан смерть, но нет старшего аркана жизни. А здесь вот оно сбалансировано, да? Все условно-негативные карты в обычном Таро, они имеют только как бы одну сторону, да? А в колоде Таро ключ Гермеса они имеют две. Инь-янь, да? Черное-белое. Смотрите, куда все-таки. Значит, смотрите, мы с вами как бы подводим такой итог. Сложный месяц будет. Сложный энергетический. Сложный будет для всех стран. И для людей. Для планеты Земля. Но энергия движется к новому циклу обновления жизни и свадьба. О чем это говорит? Значит, эта карта, этот старший аркан, говорит нам о новом цикле. Здесь, смотрите, знак зодиака рыбы, да? Это последний из 12 знаков перед обновлением, перед овном. То есть жизнь, побеждающая смерть. Это символ нового возрождения, обновления судьбы. Я думаю, что все-таки, как идет мне вот из потока, то это будет месяц очень такой энергетически сильный, переломный. И вот после июля начнется какой-то новый цикл. Как такая новая жизнь, можем сказать с вами, да? Обновление. И здесь проявятся такие энергии творчества, созидания. Здесь может быть, знаете, как для мужчин это новая любовь, деятельность новая. А для женщин это любовь, свадьба, беременность может быть. В общем, все-таки, все-таки, как говорится, нет худа без добра, да? То есть по завершении какого-то вот этапа сложного энергия будет двигаться в сторону. Но это не одночасово, что раз и оно пришло. Нет, это будет медленно и постепенно. Но посмотрите, какая прекрасная карта. Карта нового цикла. Карта перехода в новые структуры. То есть здесь, знаете, как будет солнце, рассвет, радость. Цветущие города. Из рога изобилия, да, падают цветы, звезды. Вот девушка с символом колоссия. Колоссия это всегда плодородие, это всегда есть благость. Звезды превращаются в цветы. То есть, смотрите, цвет карты такой зеленый. Зеленый, яркий такой вот, хороший. Что еще мы можем сказать по этому, по этому самому аркану. Ну, в общем, в завершение, наверное, будем двигаться уже в завершение. То я хочу сказать, общие тенденции все-таки после сложного периода. Очищение земли произойдет, матушке. И все будет хорошо однажды. Поэтому, друзья, не стоит унывать, не стоит зацикливаться на чем-то негативном. Вспоминайте вот эту карту. Можете еще раз пересмотреть видео. Помедитировать даже на эту карту жизни. Это новый цикл жизни и обновления. На этом будем заканчивать с вами. Всего вам доброго. Всех благ, гармонии. И до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok